МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе итоги недели. Закулисье и подробности некоторых мероприятий и встреч. Прямая линия главы Чуваши Олега Николаева. Вопросы, которые поступали, несомненно, это те вопросы, которые волнуют людей. М-7 открыто. Бутылочное горлышко после Харкасов ликвидировали. Что дальше? То, что этот участок дороги был сдан на год раньше, и его устроил подрядчик из Чувашской республики, для нас еще добавляет только эмоций, положительных эмоций, и вдохновляет на новые этапы работы. Аэропорт, воздушные ворота региона. Что, когда и за чей счет отремонтируют? Функционное давление, которое на сегодняшний день является беспрецедентным для всех участников хозяйственной деятельности в Российской Федерации, наложило отпечатки на наш проект. Великий Волжский путь. Туризм как двигатель экономики. Что должно быть сделано в Чуваши? Подробности встречи в Госдуме. Не могу не отразить наши, скажем, специфические особенности, которые будут также раскрываться. Без референдумов и голосований четыре новых региона России присоединились к карте. Час до эфира. Технические специалисты настраивают звук для прямой линии. Выпускающий режиссер настраивает картинку. Ведущий Николай Мулянов и пресс-секретарь Минтруда Маргарита Мельникова обсуждают порядок ведения прямого эфира. Насколько рассчитана прямая линия? По времени. Давайте. В часа на видео. Может, полтора. Может, как пойдет. А вопросы где будут принимать? Вопросы принимаются через специальную форму. Прямую форму будут приниматься под постом. В соседнем зале готовятся операторы прямой линии. Сереж, подготовка на каком уровне? Прошли готовы уже. Несколько минут до прямого эфира. В Национальную библиотеку приезжает глава Чувашии Олег Николаев. Камера, мотор, эфир. Здравствуйте. Это прямая линия главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева. Вот здесь находится так называемый мозговой центр прямой линии. Режиссер Ильина Ильина выбирает, какую камеру сейчас выбить в эфир. Олег Иванов следит за тем, как идет звук. Давайте заглянем сейчас в зал, где проходит непосредственно прямая линия. Тема нашего эфира – это меры поддержки семей и детей мобилизованных граждан. В Чувашии более 20 мер поддержки мобилизованных. Это и бесплатное двухразовое питание в школах, и посещение кружков и секций, театров, и помощь в поиске работы, и оказание бесплатной психологической и юридической помощи. И другие, рассказывает Олег Николаев. Центры социальной помощи составили социальные паспорта мобилизованных. По ним определяют, в чем нуждаются семьи военнослужащих. Корнистонные центры сформированы прежде всего по межведомственному принципу. И организованы их работы на двух уровнях. Это республиканский уровень, который объединяет разные ведомства и осуществляет межведомственную деятельность. Вторая, его функция республиканского, это координировать деятельность муниципальных координационных центров. Цель максимально доступна и широко довести до людей те возможности, которые раскрыты в связи с решениями президента, правительства и правительства региона Чувашской республики. По информации Минтруда, при составлении паспортов, несколько пожилых принято на социальное обслуживание. Несколько семей получили статус малоимущий. 7 ноября глава Чувашии подписал указ о единовременной выплате мобилизованным гражданам. 50 тысяч рублей. В течение суток были приняты документы, утвердившие порядок перечисления. На этой неделе уже все получили деньги. Хотя это длительный процесс. Достаточно большое количество было уточнений. То есть деньги уходили, возвращались обратно, уточнялись и заново направлялись. Вот тем не менее, за счет вот такой сложной работы, вот такая оперативность, это говорит, что в целом в правительстве Чувашской республики на сегодняшний день налажена достаточно системная и слаженная работа по реализации вот таких вот очень важных социальных решений в проактивном режиме. Обращались и с предложениями помочь. Надо обратиться либо в социальный центр напрямую, соответственно, данные доведут до координационного центра, либо прямо в координационный центр в городе Чебоксары. Они именно являются республиканским штабом координации деятельности. Олег Николаев регулярно встречается с мобилизованными и их семьями. Такая форма продиктована временем. По данным Центра управления регионом, с 21 сентября от жителей республики по вопросам частичной мобилизации поступило более 400 сообщений. А с 26 сентября начал работу чат-бот «Все о мобилизации в Чувашии». Там ответы на самые задаваемые вопросы. Но у каждого мобилизованного и его семьи своя история и порой ответ нужно дать лично. Вопросы, которые поступали, несомненно, это те вопросы, которые волнуют людей. С другой стороны, они вполне понятные, находящиеся в зоне нашего внимания, ежедневного внимания. Но самое главное, количество вопросов, на мой взгляд, показалось, их не так много. Это говорит о том, что в целом выстроенная система работы и сопровождения семей частично мобилизованных. За час прямой линии прозвучали 22 вопроса. Все, над которыми надо работать, записали и в ближайшее время на них дадут ответы. Развязка со стороны Харкасов доступна для водителей уже, наверное, недели-две. Эстакада серьезно облегчила западный въезд в город Чебоксары и разделила потоки машин тех, кто заезжает в Чебоксары и тех, кто двигается дальше по трассе М7. Есть какие-то традиции при открытии дороги? Конечно, есть традиции. Традиции. Можно сказать, ребята, можно сказать, так сказать, все посарались, работали. Вот знаете, сегодня солнечный день, потому что Бог все видит, кто трудится. Так что и нам дается. То есть солнышко вам как подарок? Конечно, конечно. Мы этого долго ждали. Раньше на год ремонтировать участок начали в 19-м году и закончили в ноябре 22-го. Поспешишь, людей насмешишь, здесь эта поговорка не подходит. Строители утверждают качество на самом высоком уровне. Три слоя асфальтобетона толщиной 21 сантиметр, а его состав подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Гарантийный срок данной дороги 5 лет на верхний слой покрытия. Но я думаю, эта дорога просадит еще очень-очень долго. Такого же мнения и министр строительства Павел Данилов. Качество работы здесь достаточно высокое. Нам очень приятно, что именно с этого участка началась реконструкция. Да, Де Юре это трасса М7, это федеральная трасса, но по факту это является объездом города Чебоксар. Министр транспорта Владимир Осипов говорит, что теперь повысится и нормативное состояние дорог в Чувашии. Сейчас нормативное состояние дорог в Чувашии повышается в связи со сдачей этого участка. Да, но я просто хотел бы отметить, что это все-таки федеральная дорога. У нас вообще в республике 306 километров федеральных дорог и нормативное, общее нормативное состояние на сегодняшний день это 87%. Это очень высокий норматив. Но с сдачей этого участка норматив только будет повышаться, конечно. Это самый загруженный и аварийный участок дороги М7 в Чувашии. В выходные, особенно летом, пробки. Те, кто отсюда заезжают в Чебоксары, знают это не понаслышке. Федеральная трасса у нас была проблемна на этом участке, но мы сегодня видим, какой здесь порядок организации дорожного движения. Но все-таки упирается опять на дальнейшее развитие таких дорог, которые нужны на территории нашей республики. Владимир Романов, главный в ГИБДД республики, теперь уверен, здесь экипажам ДПС дежурить не придется. Как говорят дорожники и инспекторы, бутылочное горлышко ликвидировали. Мы его досрочно вводим на сегодняшний день в эксплуатацию. Это было узкое горлышко, поэтому мы очень рады, что этот участок у нас на сегодняшний день заработал. Мы видим, что это, конечно, ликвидирует очаги аварийности, которые на этом участке у нас были. Поэтому дополнительно это будет стимул для того, чтобы участники дорожного движения себя чувствовали безопасно и комфортно. Бутылочное горлышко теперь четырехполосный шестикилометровый участок. Эталон безопасности. Встречные потоки разведены, разделены отбойником, исключены лобовые столкновения, построены развязки и надземные переходы. С работниками и официальными лицами по видеосвязи на открытии были глава Чувашии Олег Николаев и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Небольшой участок, шестикилометровый, но он дает очень огромное значение. Исключены 100% лобовые столкновения. М7 дорога развивается. То, что этот участок дороги был сдан на год раньше и его устроил подрядчик из Чувашской республики, для нас еще добавляет только эмоций, положительных эмоций и вдохновляет на новые этапы работы. Олег Николаев и Роман Новиков подписали меморандум о развитии автомобильных дорог республики. Предусмотрено приведение к нормативному состоянию 378 километров дорог до 45%. Регионального и межмуниципального значения не менее 60, а в городах до 85. Мы ждем, конечно, как раз вот сегодня глава подписывает меморандум и будет вести разговор с руководителем Федерального дорожного агентства о все-таки финансированной следующего участка уже 644-й, 659-й километр. Это где? Это вот следующий дальше до Кугель. До Кугель. Да, и как раз здесь, если будет принята вот эта сейчас программа, то здесь подразумевается строительство четырех развязок. Вот первый – это Горьковский поворот, это Лапсарский проезд, это Лапсарок, Кугесик. Объем работы на ближайшие годы здесь порядка 13-14 миллиардов рублей. На встрече Олег Николаев и Роман Новиков обсудили и выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В Чувашии все выполнено. Остался еще один объект – улица Гражданская. Глава рассказал, что осталось выполнить 2% работ. Он заявил, что к 30 декабря подрядчик обещал запустить движение. И, кстати, про гражданскую. Подрядчик, наверное, и сам не рад, что когда-то взялся за этот проект. А теперь на гражданскую все силы. Вы знаете. Я бы, конечно, не хотел сегодня про гражданское вспомнить, да? Это быть гражданское. Вот эту дорогу мы за год вперед сделали. Да, если бы этим гражданским участком там уже народу хватает, если бы был бы этот участок, вот тот участок, который на гражданское, сравнить с федералкой, можно было бы за полгода все сделать. Понимаете, гражданское – это те люди, которые не специалисты, не понимают просто. Понимаете, сколько коммуникаций. Даже ежедневные коммуникации находим. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Следующий этап – провести реконструкт участка от Яуш до Кудесей. На транспортной неделе в Москве глава Чуваши Олег Николаев и руководитель Росавиации Александр Нерадьк обсудили модернизацию инфраструктуры аэропорта Чебоксары. Аэропорт – воздушные ворота региона. А когда они такие, то впечатление так себе. С августа 2021 года ведется масштабная реконструкция аэропорта. Будет расширена площадь аэровокзала. Обновят этажи здания, отремонтируют кровлю и фасад. Санкционное давление, которое на сегодняшний день является беспрецедентным для всех участников хозяйственной деятельности в Российской Федерации, наложило отпечатки на наш проект. Работы идут с отставанием от плана. Но в правительстве республики понимают, как нивелировать сложности. Планируется завершить реконструкцию во втором квартале следующего года. Люди получат аэропорт, который соответствует всем современным стандартам. А сам аэропорт сможет обслуживать до 500 человек в час. Ну и принимать гостей, провожать из Чебоксар, как говорится, точно в срок. А самое главное – расширить и дальше маршрутную сеть, как внутри Российской Федерации, так и международного характера. Потому что это, конечно же, повышение туристической привлекательности, повышение инвестиционной привлекательности. Навигационное оборудование и рулежные дорожки с пероном в федеральной собственности. И реконструкция их не затронет. Но для того, чтобы аэропорт стал по-настоящему привлекательным и к нам прилетали из-за рубежа, их тоже нужно реконструировать. Последний раз это делали в 2006 году. Кстати, подрядчиком тогда был Чуваш Автодор. Руководил нынешний министр транспорта Владимир Осипов. Решили обратиться не по реконструкции взлетной полосы, а по капремонту. То есть дополнительно все-таки сделать два места для самолетов на перроне и еще дополнительную одну рулежную дорожку. Для этого потребуется приблизительно 370-390 миллионов рублей. А так как полоса взлетная это федеральная собственность, то, соответственно, деньги на капремонт или на реконструкцию должны вкладывать в федералы. Сейчас Минтрансреспублики готовят обращение в федеральное ведомство и остается ждать, какое решение примут в Москве. Деньги нам выделят. Есть большая доля вероятности, что такие деньги будут выделены. Модернизация инфраструктуры и реконструкция аэропорта позволят увеличить пропускную способность до 700 тысяч пассажиров в год. Модернизация инфраструктуры и реконструкция аэропорта позволят увеличению пассажиропотока и туристов в нашу республику будет способствовать и турмаршрут «Великий Волжский путь». Впервые о нем начали говорить еще в середине десятых. 13 декабря 2016 соглашение подписали 13 регионов федерального округа. Способствует развитию разных направлений. От этнокультурного туризма до активного отдыха на природе. На Петербургском международном форуме в июне этого года 5 субъектов. Татарстан, Чувашия, Мариэл, Самарская и Ульяновская области. И Ростуризм подписали межрегиональное соглашение по развитию проекта «Великий Волжский путь». Возможно в рамках одного субъекта обеспечить устойчивый поток. Создать инфраструктуру, там и вокзалы, и причальные стенки, и объекты притяжения, инфраструктура различная. И, конечно, это лучше делать сообща, потому что возникает синергетический мультикационный эффект. Я очень рад, что субъекты оценили и на перспективы такой синергии и объединились. Сейчас уже работают первые маршруты, которые рассказывают об этнических особенностях народов. Более 40 региональных туроператоров предлагают отдохнуть в том или ином регионе Среднего Поволжья. Концепцию развития Великого Волжского пути в пятницу обсудили в Государственной Думе. Важно не только знакомить с особенностями поволжских регионов, но и в разы увеличить турпоток, а значит и ускорить развитие туристской инфраструктуры. Вручение об этом давал Владимир Путин. Если говорить о Чувашской республике, я, естественно, являясь главой республики, не могу не отразить наши, скажем, специфические особенности, которые будут также раскрываться в рамках реализации этого национального маршрута. Это, конечно же, прежде всего рекреационные ресурсы, которые будут способствовать лечебно-оздоровительному, экологическому, сельскому и детскому туризму. Но для того, чтобы раскрыть перед туристами наши особенности, нужна инфраструктура. Необходимо оборудовать плавучую заправочную станцию, реконструировать инженерную инфраструктуру речного порта. Планируется построить канатную дорогу через Волгу, причальные стенки в морпосаде и Козловке и другие объекты. На площадках экономического форума мы поднимали этот вопрос, и все эксперты, все, кто имеет отношение к этому проекту, в общем-то, сошлись в одном, что проект имеет большой потенциал, он, можно сказать, естественно напрашивается на развитие. На встрече в Госдуме отметили, нужна дорожная карта. Планируется создать судоходную компанию, учредителями которой станут регионы. Новая структура будет отвечать за расчеты, формирование трафика и пассажиропоток. Проект, я считаю, уникальный, постепенно к этой теме надо приступать. И по результатам сегодняшнего нашего мероприятия, спасибо Комитету по туризму, что такую инициативу на себя взяли, нам нужно, мне кажется, просто сформулировать вот эту поэтапность, с тем, чтобы министерства смогли вместе с нами уже скоординированно двигаться в этом направлении. Детально говорить о развитии межрегионального проекта «Великий Волжский путь» будут уже на следующей неделе в Чебоксарах во время форума «Чувашая туристическая». Четыре региона теперь не только территориально в России. Вышитые фрагменты скоро присоединят к вышитой карте. Мастерицы из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в непростых условиях создали символы своих территорий. На этой неделе получили четыре фрагмента для вышитой карты России. Теперь они будут присоединены уже не только к России, но и к вышитой карте. И можно сказать, что народная карта в ближайшее время будет собрана руками мастериц, созданная со всей нашей великой страны. Фрагменты уникальны, у каждого свои характерные черты, но есть и сходства. Луганская народная республика, здесь у нас сплошные розы. А другой регион, это Донецкая народная республика, здесь тоже розы. Абсолютно такие же розы, больше, меньше, еще меньше. Но здесь присутствуют и как древо жизни, и здесь, как и во многих южных регионах, присутствует лошадь. Теперь без референдумов и голосований регионы будут на карте. Делать это будут не политики, а мастерицы. На присоединении будут работать у нас мастера Апахадзера в нашей фабрике. И это не займет много времени, но в любом случае мы карту покажем, уже обновленную именно в день Конституции, 12 декабря. Первая площадка, как мы заранее определяли уже в начале года, это будет Театр русской песни в Москве. Так как амбассадором проекта является Надежда Бабкина, и в последующем музейный экспонат, а карта является именно музейным экспонатом, она будет доступна в Национальном музее Чуварской Республики. Эта неделя была насыщенной, следующая будет не менее активна. Мы расскажем, как прошел форум, посвященный Дню Качества, и о чем говорили на встрече с избранными главами муниципальных образований, кого наградили орденом Родительская Слава, и что решили на заседании оперативного штаба. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова